Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, шалам алейхам. Мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов», и у нас пришёл черёд 11 главы. В начале 11 главы мы находим такие слова. «Посланники и братья, находившиеся во всей Иуде, услышали о том, что Гоим приняли Слово Божие, когда Кефа поднялся в Иерушалаем. Ученики из обрезанных стали осуждать его, говоря, ты ходил в дом к необрезанным и даже ел вместе с ними». Изучая предыдущие главы, я уже говорил о том, в чём была суть проблемы по поводу кушения пищи в доме язычников и вообще входа в дом язычников. Я не буду сейчас повторяться, вы можете просто взять мои уроки и посмотреть об этом. Сегодня я только хочу сказать, что действительно проблема существовала для уверовавших из еврейского народа, и их реакция абсолютно понятна. Но вместе с тем мы должны понимать, что такова реакция их была на фоне того, что многократно на страницах Священного Писания мы находим информацию о том, что Бог через пророков говорил, что когда Машех придёт в этот мир, он изменит свои взаимоотношения с другими народами. И они не могли этого не знать. Именно поэтому, на мой взгляд, Шимон поступает абсолютно правильно. Он просто пересказывает им то, что произошло с ним, то, что произошло в доме Корнилия. Их мнение после сего изменяется. Я не буду повторять снова то, что мы с вами читали в предыдущих главах. Хочу обратить ваше внимание только на то, что здесь, безусловно, есть некоторые отличия. И дабы не вникать в детали, хочу сказать, что, на мой взгляд, это очень интересно. Почему? Потому что это для меня означает тот факт, что автор этой книги, а я верю, что это был Лука, имел возможность пообщаться с Шимоном и почерпнул эту информацию лично от него. И так, как я и сказал, и мы об этом читаем в 18 стихе, услышав всё это, они перестали возражать и начали воздавать Богу хвалу, говоря, это значит, что Бог позволил Гоим сделать шву и иметь жизнь. Интересный момент. Ученики говорят о том, что эти люди сделали шву. В синодальном переводе используется слово покаяние. Не знаю, задумывались ли вы, дорогие мои, но вот какая деталь мне здесь сейчас очень и очень интересна. Что для учеников Ешуа того времени могло означать слово покаяние? Мы с вами знаем, что в большинстве языческих культах, таких как, например, поклонение Зевсу или Астарте, не было самой идеи покаяния перед Богом. Почему? Потому что Бог от них такого не требовал. Тогда же, как в иудаизме, эта идея и эта концепция, безусловно, была, и она имела вполне очевидное толкование. Человек, совершивший шву покаяния, присоединялся к иудаизму. Воспринимали их, как тех, которые через Ешуа, через действие Духа Святого, прилепились к иудаизму. Именно поэтому, на мой взгляд, в дальнейшем и возникает вот эта проблема и дискуссия по вопросу того, насколько у верующих из язычников нужно соблюдать закон Моисея, в какой степени и так далее. Не буду забегать вперед, об этом мы еще поговорим. Интересно, как эта проблема существует и сегодня. Только я бы сказал, наверное, наоборот. Сегодня, когда евреи, жившие в традициях, уверуют в Ешуа, от него очень часто требуют отказаться от тех традиций, в которых он вырос. То есть ученики тогда воспринимали уверовавших, покаявшихся, как тех, кто прилепился к иудаизму. Сегодня же от человека, даже находящегося внутри иудаизма, требуют выйти из иудаизма, для того, чтобы присоединиться к телу Мошеха. Дальше мы с вами находим информацию о том, что многие ученики, после того, как начались гонения с казнью Стефана и дальше, рассеялись, ушли в другие страны, в другие города. И вот 20 стих нашей главы говорит нам вот какие слова. Однако некоторые из киприотов и кириан прибыли в Антиохию и начали говорить и с греками, провозглашая добрую весть Господа Ешуа. На самом деле этот текст подводит нас к одной очень интересной и достаточно дискуссионной теме. Он подводит нас к теме проповеди Благой Вести. Дело в том, что когда мы проповедуем еврейскому народу, наш основной акцент заключается в том, что Ешуа является Мошехом. Почему? Потому что многократно, начиная от Маше Рабейну и другие пророки, говорили о том, что Мошех придет в этот мир, и что мы должны его принять, и мы должны быть ему послушны. Более того, Маше Рабейну, например, говорит, что те из вас, кто не послушается грядущего Мошеха, будут наказуемы. То есть для еврейского народа признание еще Мошехом – это вопрос подчинения, вопрос тому, что нужно быть ему послушным. Тогда как то, о чем мы с вами прочитали, проповедь к другим народам была сосредоточена на другом, на том, что Ешуа является Господом и Богом. Почему? Да потому что сама концепция мессианства Мошеха не была знакома язычникам. Для них это был пустой звук. Тогда как представление в Ешуа Бога, вот это понятно. Более того, благодаря философам существовала даже идея Бога, которого нет в изображении. Именно поэтому проповедь евреям и проповедь язычникам отличались друг от друга и отличаются и сегодня нередко. Все это нас подводит к еще одному очень интересному моменту, очень интересной теме, которую мы находим в нашей главе, начиная с 25-26 стих. После того Барнаба отправился в Тарс, разыскивая Шауля и, найдя его, привел его в Антиохию. Целый год они собирались в общине и учили немалое число людей. Именно в Антиохии Толмидим впервые были называемы христианами. Здесь у нас впервые появляется слово христиане и хорошо бы было разобраться, а что оно, собственно говоря, знает. Я имею в виду, значит, на страницах священного писания, ибо сегодня оно имеет массу других толкований. Прежде всего мы должны понимать, что в контексте того, что там происходило, христианство это было скорее уничижительным названием конкретной секты. Но если вникнуть в само слово, мы понимаем, что слово Христос, а христианство произошло именно от слова Христос, обозначает Мессия. Именно поэтому христианство можно выразить так, мессианство. Именно поэтому сегодня мы, верующие в Ешо, живущие в Израиле, называем себя Машехим, что буквально перевод, слово мессианство. В еврейском языке есть и другое слово, ноцрим. Однако это слово используется исключительно по отношению к таким конфессиям, как католицизм и православие. И мы, не ассоциирующие себя с этими конфессиями, избегаем его использовать. При этом нужно понимать, что когда меня спрашивают, христианин ли я, ну, безусловно. Другой вопрос, что мы используем слово мессианский. И вот здесь мы подходим к одной достаточно щекотливой теме. Дело в том, что, по сути, в мессианском движении в Израиле сегодня существует два больших направления. Направление первое, которое я назвал бы так, еврейское христианство. То есть это люди, как правило, приехавшие из каких-то протестантских церквей из страны исхода и продолжающие так жить. Есть и среди них, и те, которые здесь уверовали в подобное общение. И, по сути, это та или иная форма протестантизма, только с другим названием, ну, и, может быть, с какими-то еще деталями. И второе направление – это то, которое называется мессианский иудаизм. В чем их отличие? Прежде всего, их отличие в том, как они относятся, во-первых, к самому иудаизму, собственно, и, во-вторых, к традициям, которые в иудаизме существуют. Если спрашивают лично меня, соблюдаю ли я традиции, насколько могу, соблюдаю. И считаю, что именно так делали и апостолы. И по мере изучения книги «Деяния апостолов» мы будем это еще видеть. Более того, хочу сказать, я считаю, когда произошло вот это, что христианство начало бороться с иудаизмом внутри себя, отказываясь от еврейских традиций все больше и больше, произошло то, что я называю, что вместе с водой выплеснули и младенцев. И пример тому самый яркий – это, безусловно, праздники Господни, праздники, которые установлены самим Богом и имеют четкое предписание, как они должны соблюдаться в христианстве, либо вообще переначены, либо выброшены. К сожалению, христианство тогда же отказалось от еврейского взгляда на священные писания. И как результат в дальнейшем возникли и ереси, и непонимания. Собственно говоря, часть моего служения вот в этих уроках и заключается в том, что я хочу, чтобы люди, читающие священные писания, понимали, а как они выглядят в глазах евреев. Парадокс заключается в том, что когда христианство начало бороться с еврейскими традициями, оно как бы воздвигло свои новые, которые очень часто просто нелепы. Более того, когда появился протестантизм, каждое новое течение считало своим долгом бороться с предыдущими традициями и создавать новые. В каждом новом поколении протестантского течения появлялись новые традиции. Но самое, конечно, болезненное для меня – это то, что люди перестали читать Тору так, как это читалось в древности, так, как это читали апостолы, так, как это понимал сам Ешоа. И вот здесь, на мой взгляд, и возникает та проблема, которая не позволяет сегодняшнему христианству понимать, что такое мессианский иудаизм. Дальше мы с вами читаем такие слова 27-28 стихи. В это же время из-за Рушалайма в Антиохию пришли некоторые пророки, и один из них по имени Агав стал и духом предсказал, что по всей Римской империи будет сильный голод. Это произошло, когда Клавдий был императором. Библейские пророки. Мы должны понимать, что пророк и пророческое слово, хотя это иногда и бывает про будущее, но это прежде всего про волю Бога. Задача пророка была всегда передать людям волю Бога. Именно поэтому я не верю в пророческое слово, которое может противоречить Библии, потому что Библия – это слово Божие. Более того, для меня пророческое слово существует только в том случае, если я понимаю, какую пользу для общины оно может пронести. Вот в том случае, о котором мы с вами сейчас прочитали, дальше в 29 стихе мы видим такие слова. «Тогда Талмидим решили предоставить помощь братьям, живущим в Иуде, каждый сколько может, сколько позволяет ему собственные средства. Они так и поступили, поручив Барнаби и Шаолю доставить эти пожертвования старейшим». Я понимаю, что люди, узнав об этом пророчестве, решили, что надо помочь общению в Иерушалайме, которым было особенно тяжело в условиях гонения. Собрали пожертвования и передали. Слово пророческое вышло, люди услышали Бога, сделали на основании услышанного вывода, как правильно поступить. Когда же я не вижу конкретной цели для тела Машеха, для общины его, я оставляю за собой право сомневаться, а от Бога ли это слово. И Священное Писание учит нас о том, что мы должны верить не каждому духу, но проверять, от Бога ли они. Иногда, через какое-то время, мы можем увидеть, что да, это действительно от Бога. Более того, я вполне допускаю мысль, что не во всяком случае лично мне видна эта цель. Но я однозначно не верю в пророчество или в любое чудесное проявление Божие без цели. Бессмысленных действий у моего Бога не бывает. Вот это то, что было мне навеяно 11 главой книги Деяния апостолов. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, Машех. Аминь.